Ну, Евгений, конечно же, крупная личность. Лично я очень хотела, конечно же, с ним познакомиться, лично, потому что я прекрасно знала, что от него прет энергия. Я хотела ее ощутить на себе. Я ее ощутила силен. Силен, да? Силен. За два коротких дня я на многие вопросы, которые меня мучили последние несколько лет, я получила ответ. Конечно же, я уже месяц как в школе учусь, но в эфире, конечно же, все-таки это не так сильно ощущаешь, как при непосредственном контакте. Поэтому я результатом довольна. Практически, практически. У меня, конечно же, есть еще пару нюансиков, но я, по крайней мере, на сегодняшний момент, я знаю, над чем я должна работать. У меня есть такая вот мини-программа, будем так говорить. Потому что есть всегда программа максимум и программа минимум. Программа максимум, я знаю, куда я хочу, цель, я ее отпускаю. И вот сейчас я должна начинать работать, выполнять маленькие этапы, которые необходимы очень просто-напросто. Школа мне была необходима как воздух. Я когда первый ролик увидела, буквально первый, я его случайно получила на свою электронную почту, я поняла, что это мое. Я даже не сомневалась, что я запишусь. Даже не сомневалась. Я, конечно же, подождала второй день, третий день. На третий день, по-моему, я записалась, я начала запрос сделать. Первый день не сработало, второй день не сработало. На третий день я пишу уже, я писала, по-моему, два-три электронных вам письма. Почему не срабатывает? Я так испугалась, что мой запрос у вас, вы его не получили, и я пролечу с этим. У меня была такая легкая такая вот паника. Но мне Алла сконтактировала со мной, сказала, все нормально, мы ваш запрос заплатили. Получили, я так и так выпустила пары, облегченно вздохнула. Потому что я знала, что это мое. Я последние несколько лет, я просто просила человека, который меня научит. Потому что я жаждала этого прорыва в своей жизни. Я очень хотела... У меня были какие-то фрагментики, вот он буквально сегодня говорил насчет этой мозаики. Вот фрагменты у меня были, но я их связать никак не могла. И вот, пах, Евгений появился. Ура! Ах, теперь мне надо, наоборот, учиться сдерживать свои эмоции. Ну, зная и имея такого преподавателя, можно научиться. Я верю. В результате вы верите, да? Я даже не сомневаюсь. Хотя я допускаю, я допускаю, что всякое бывает. Но я в Евгения верю и в себя тоже. И в Бога верю. У меня был очень-очень важный... Я уже замучила всех, конечно, этим вопросом. Я очень хотела определить, кто я, какой я инструмент, и чего от меня требуется. Что я должна сделать, чтобы выполнить свою миссию. Я очень... Конечно, может, это плохо, но я очень хотела угодить Богу, будем так говорить. Но я совершенно не знала, как, что. И вот Евгений меня наводит. Он не говорит, он не отвечает на вопросы четко. Мы должны сами понять, сами выяснить. Но, по крайней мере, он ведет, он подталкивает в нужное русло. И я думаю, что, набравшись знаний нужных, потом можно будет уже и поплыть самой по жизни. Да, он дает инструменты. Вот что самое главное, что он дает инструмент, с которым мы потом будем работать всю свою жизнь. Если, конечно же, мы их не растеряем. Вот это действительно важно. Значит, не обязательно всю жизнь у него быть в студентах. Нет, я думаю, что за школу, предположим, я не все пойму, потому что информации действительно очень много. И она должна вот устаканиться, разложиться по полочкам. Возможно, мне этих трех месяцев не хватит. Боже мой, ради бога, запишусь в институт. А я все равно продвинусь. Мне какое-то... Я долго плутала просто-напросто. И мне какое-то время нужно будет, конечно, путеводитель, будем так говорить, который... Я хочу именно идти в правильном направлении. Я плутала очень долго. Я в нем нуждаюсь просто-напросто. Пока. Пока. Все то, что он говорит, я понимаю, я принимаю без страха, без... Совершенно никакого страха нет. Я просто верю. Верю как-то. Тоже нельзя так сказать. Но я открыто, я принимаю. И я согласна практически. Да, я совсем согласна. Потому что я к этому шла, видно, долго уже, да? Я забыла сам вопрос был. Я так это ушла чуть-чуть, так это в сторону. И я, конечно, извиняюсь. С эмоциями еще пока нет. А, да. 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 Я себя стала увереннее чувствовать. И я, меня радует то, что я теперь знаю, куда иду. Вот осознание того, что я наконец-то увидела просвет, меня это радует. И я себя чувствую намного... Ощущение мое, оно светлее, чище и радостнее. У меня просто стали случаться такие вот маленькие сюрпризики, приятности. Вот чего я не ожидала, вот что приятно, вот что ты не ждешь, оно раз и случается. И ты так говоришь, вау, а приятно. И вот так вот последний месяц, а вот я в лагере оказалась как... Я даже не ожидала, что мне предложат приехать в лагерь. Я только месяц как учусь. Я вспомнила свое ощущение, когда я увидела прошлый лагерь. Я так... Это жгучее у меня было желание попасть сюда среди этих людей, быть хотя бы какое-то время. Я так отмахнулась, конечно же, от этого. Думала, это не для меня, это не мое. Да кто меня пригласит? И вообще... И тут я за пять минут решилась. Я за пять минут решилась. И я здесь... Раньше меня очень сильно напрягал мой менеджер и помощник менеджера. Напрягали очень сильно. Требовали, 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 требовали. Я терпеливая. Я сгибаю, 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 сделаю, делаю, делаю. Потом бах, я взрываюсь. мне начинает тот же менеджер успокаивать Наталья, роллякс типа я такая думаю, ешкин свет с одной стороны ты меня загонял как лошадь, будем так грубо говорить а с другой стороны ты мне тут же говоришь так спокойно теперь зная, что это мои учителя теперь я реагирую конечно же на это иначе я уже научилась избавляться от негативной энергии так по чуть-чуть меня отпускает радует а каких реакция на это? ну как меня в последнее время перестали сильно напрягать перестали, на удивление вообще приятные вещи происходят в последнее время да а как я вообще отпуск мне выдали эту неделю, так это вообще было удивительно я говорю, Алла, да невозможно я только две недели как с отпуска вышла кто же мне даст на неделю? а ты, говорит, попробуй мне на второй день я решила сразу менеджер отправил к замдиректора замдиректора отправил к менеджеру потому что директор был в отпуске оба сказали, пожалуйста это был вообще шок за 10 лет работы такого не было шок а кем ты работаешь? с чем занимаешься? ой как сказать по-русски потому что я во Франции работаю в супермаркете у меня свой отдел непродуктовых товаров и вот я ответственная за этот отдел он большой у меня 5 рядов длинных кручусь как белка в колесе ну по крайней мере я так я сама строю свой рабочий день и особо меня так не дергают ну вот время от времени пытались меня там это строить и я так взбрыкивалась время от времени а сейчас они перестали просто перестали или я перестала реагировать я перестала менять людей пару лет назад потому что я поняла что это бесполезно но то, что изменив себя может измениться окружение я поняла только сейчас в школе я не думала, что мы оказывается можем менять окружение вот это для меня было вау в школе, в школе, в школе буквально на первых двух занятиях это было уже понятно, что оказывается вся проблема в нас если реагировать на ситуации иначе правильно по законам вселенной то все меняется лучше ребята кто жаждет знаний вы их получите здесь ну я обращаюсь только тем кто действительно готов их принять а другим не время значит еще пока это самое главное самое главное самое главное Age of Design